Всем привет! С вами снова Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля и я хотела поговорить на тему, вот всех интересует именно вот эта густота посадки, сколько томатов можно вместить в одну теплицу. И для кого-то, кто садит редко по 40-50 кустов в теплицу, мои вот 140 вот этих вот томатов, для них это конечно шок, как можно впихать 140 томатов, и многие вообще уверены, что в такой густоте они не будут расти, они не будут плодоносить, им чего-то не хватит там. Но я хочу сказать, что я уже много лет выращиваю, вот здесь у меня то ли 136, то ли 142, ну где-то около 140 томатов, в следующей теплице там еще больше, но туда я пока не буду вас, там они еще маленькие, там нечего показывать. Когда маленькие, конечно, им места много, но и когда они разрастаются, им места тоже достаточно. Я вот показывала, что так же завязываются плоды обильно, вот эти кисти висят. Если бы им было, как не хватало бы, или солнца, или чего-то, так же они спеют. И спеют даже раньше, чем у некоторых. Но единственное, что я хочу вам сказать, если вы хотите, например, высадить много томатов в одну теплицу, конечно, это сразу же влечет за собой повышение вот этих трудозатрат. Более тщательно нужно за ними следить. Нужно почаще их и обрезать, и посынковать, чтобы они не загущали друг друга, чтобы солнце не загораживали. А вообще, вот так, глядя на них, вот их здесь 140. Глядя вот на томаты, на эти, ну разве вы скажете, что им тесно? Нет, им не тесно. Они все у них, низ проветривается, солнца им хватает. Я даже сетку нынче повесила, повесила маскировочную. И они у меня посажены по разным схемам. Вот которые там впереди детерминатные, они немножко почаще. Которые высокие, индетерминатные. Они у меня посажены вот так вот, видите, редко, через 70 сантиметров. И им вполне, мне даже кажется, что вот здесь редковато, можно было бы еще чаще посадить. Вообще, я считаю, что вот эти по два в одну лунку, это нормальный способ выращивания. Но я вот считаю, что как будто бы это растет у меня один томат, просто я веду его в несколько стволов. А преимущество то, что у него две корневые системы. И вот это количество томатов, которые было бы на одну корневую систему, обеспечивают две корневые системы. Поэтому томатов всегда много, урожай всегда хороший. И если кто-то, у кого мало места, например, маленький участок, и в теплицу охота впихать, все, много сортов, попробуйте, не бойтесь. Единственное, что не забывайте, что я еще раз повторяю, при таком загущенном выращивании нужен более тщательный уход. Тут уже разрастать им нельзя давать, потому что они посажены часто. Видите, как они прям у меня рядами стройными. Часто, 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 часто. Все, вот это вот я вам показала, что они у меня в тесноте, да не в обиде. Всегда хороший урожай, всегда урожай получаю рано, несмотря на то, что их здесь много. Вы только вздумайтесь, их больше 100 штук, 130-140. Потом покажу теплицу, в которой около 200 томатов, таких же примерно. Ну, там они высажены после рассады, позже они еще маленькие, сейчас там еще не видно, что их много, но когда они зарастут, разрастутся, вот это будет, да, обрезать их нужно будет через каждые два дня. Все, до свидания, не буду вас долго задерживать, сейчас буду снимать урожай.